В этом году по программе «Экономика простых вещей» в Бурлинском районе было выдано 8 льготных кредитов на сумму 209 миллионов тенге. На безвозмездные гранты 52 участникам проекта «Бастау Бизнес» выделено свыше 30 миллионов. Важные для развития бизнеса программы будут продолжены, сказал в своем послании президент. Это очень важно для развития экономики регионов, говорят бурлинцы. Главный документ страны обсудили на активе района. Подробнее расскажет Мария Пирог. В своем послании глава государства озвучил пять инициатив, в их числе поддержка агропромышленного комплекса и развитие перерабатывающего сектора. На сегодня в Бурлинском районе работают 320 фермерских хозяйств. 19 товаропроизводителей получили господдержку на 115 миллионов тенге. Реализуются два крупных инвестпроекта по переработке сельхозпродукции. Активизируется работа по привлечению инвестиций в эту сферу. Отдельного внимания требует и здравоохранение. Так, в этом году при районной больнице было открыто новое диагностическое отделение, оснащенное компьютерным томографом. Большую поддержку в борьбе с ковидом оказывают предприниматели. Сейчас ситуация стабилизируется, активно проводится вакцинация. Во время пандемии нами предпринимались и продолжают предприниматься необходимые шаги. Функционирует инфекционное отделение. Районная больница обеспечена оборудованием. К сожалению, вирус еще не побежден. Борьба продолжается. И коллектив во главе с главврачом района достойно справляется. Уровень заболеваемости снижается, но нам необходимо продолжить работу по вакцинации. В данное время мы находимся на третьем месте по области. К концу года большая часть населения должна быть привита. Сельским акимам нужно обратить особое внимание на проведение вакцинации и создать все условия. Для повышения благосостояния населения президент страны Касымжумар Тукаев выдвинул несколько инициатив. Одна из них касается жилья. Использование пенсионных накоплений даст новый импульс к развитию жилищного строительства в Аксае. Нужно отметить, что этой весной 126 очередников получили новые квартиры в девятиэтажном доме через Отбасы банк. Обеспечение жильем – одна из главных задач. Сегодня количество очередников почти 2,5 тысячи. В рамках программы «Нурлежер» был построен девятиэтажный дом на 126 квартир. Ведется строительство еще двух. Планируется возвести еще две многоэтажки. За счет частных инвестиций также строятся многоквартирные жилые дома. Президент также дал задание увеличить количество новых школ до тысячи. Нужны школы в Хазалтале, Жарсуате, Бурлине, Пугачево и 13 микро районе города Аксай. В соответствии с объявленной главой государства инициативой будут приняты меры по повышению оплаты труда. Это коснется более двух тысяч наемных работников, а также 253 бурлинцев, занятых на общественных работах в рамках программы «Янбек».